Портал детали Главные новости Израиля и мира Здравствуйте, на канале ИТОН ТВ программа «Разбор полетов». Сегодня я веду, я, Михаил Горин, мои коллеги, израильские журналисты, Марк Котлярский и Марк Горин. Коллеги, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня мои собеседники оба Марка. Чтобы не путаться, мне придется обращаться к ним по фамилиям. Надеюсь, никого это не обидит. Поздополуч. Да, но главное, чтобы мы не запутаемся. Теперь по поводу сегодняшней темы. Сначала несколько цифр. Вот в мае недавнем израильтяне, как выяснилось, потратили на бензин на 6% меньше, чем в мае прошлого года. А на услуги турагентств, я поясню для тех, кто, может быть, не в Израиле, что израильтяне очень любят путешествовать и на них не экономят. И в самые трудные годы и месяцы аэропорт Бен-Гурион в пиковое время, а май это пиковое время для поездок, всегда был заполнен, несмотря ни на что. Так вот, на услуги турагентств в мае было потрачено на 3,5% меньше. И так по многим другим показателям, которые показывают, что израильтяне стали экономить на расходах и ищут, где бы сберечь шеки. Есть и более экзотическая статистика. Вот Тель-Авив у нас занял восьмое место в списке самых дорогих городов для релокации. Есть такой рейтинг, очень интересный. Он отслеживает, сколько будет стоить одному работнику перебраться в другой город, сохранив свое рабочее место, если он работает издалека, не в офисе. Показательный очень рейтинг. И вот Тель-Авив там занял восьмое место в списке самых дорогих городов. Можно приводить еще много других примеров, но все это сводится к одному. Мы стали экономить, экономить серьезно. Жизнь становится дорого, цены растут и на продукты питания, и на предметы повседневной жизни. Господин Котлярский, вопрос к тебе первому. Скажи, пожалуйста, можно ли говорить о том, что израильтянам приходится затягивать пояса? Или, на твой взгляд, до этого еще не зашло? Или вообще эта тема немножко гипертрофирована, а все не так плохо, на твой взгляд? И почему вообще у нас так вот стала актуальна тема дороговизны? Пожалуйста. Ну, тема дороговизны у нас давно как бы будируется, я к ней немного вернусь. Хочу тебе сказать, что все как бы так да не так. Потому что ты приводишь в одни цифры, а я могу привести в другие цифры. Например... Например, зарплату в хай-теке. Не, минуточку, оставь зарплату в хай-теке. Есть такая компания, называется компания Шеба. Это компания, которая свидетельствует за расходом по кредитным картам. Так вот... Так вот, вот эти первые два показателя взяты как раз за отчетом Шеба. Правильно, так я хочу тебе сказать, что... Да, пожалуйста. Шеба говорит о том, что произошел резкий скачок в мае 2023 года. Резкий скачок расходов по кредитным картам, который вырос на 7 с чем-то процентов. Если в прошлом мае 2022 года он составлял 38 миллиардов шекелей примерно, то в мае нынешнего года он составил 47 миллиардов шекелей. То есть, как бы, Шеба говорит о том, что расходы выросли. То есть, израильтяне стали больше тратить по кредитным карточкам. Простите, я перебью просто по ходу. Но там же есть пояснение по этому поводу. Что многие связывают, эксперты, вот это вот повышение расходов с тем, что беречь... Ставка сегодня настолько высока, Банка Израиля, что беречь деньги практически невозможно. И люди просто их тратят. Им некуда их девать. Понятно. Это уже объяснение. Ты уже говоришь о, как бы, следствии. Я говорю о причине. Причина стоит в том, что люди стали тратить больше. Причем, Шеба говорит, приводит несколько... Это не один параметр. Во-первых, Шеба говорит, допустим, скажем, расходы на онлайн-трансакции. То есть, это онлайн-торговый. Покупки в интернете. В интернете. Выросли почти на 8%. Физические трансакции, то есть, когда ты непосредственно расплачиваешься кредиткой, тоже выросли на 6,5%. Объем наличных, снятых в банкоматах, увеличился в мае 2023 года на 0,9%. То есть, как бы, и эксперты, в частности, вот вице-президент Шебы, некая Тали Холенберг, комментирует данные, проведенные исследования, говорит, что мы видим, что израильтяне, израильская экономика вернулась к тенденции роста расходов по кредитным картам. Это, во-первых. Во-вторых, мы наблюдаем картину, свидетельствующую о том, что израильтяне переходят к использованию кредитных карт за счет использования других доступных платежных средств, таких, как наличные деньги или чеки. Рост расходов, говорит она, по сравнению с прошлым годом, зафиксирован во всех основных потребительских отраслях экономики. То есть, как бы, не все так плохо, как ты говоришь, несмотря на то, что, как бы, безусловно, в чем-то израильтяне стали себя ужимать, но, с другой стороны, в чем-то они стали тратить гораздо больше. Поэтому, так сказать, все, как ты правильно заметил, все относительно, так сказать, и там мы проигрываем, безусловно, где-то в чем-то проигрываем, но в чем-то выигрываем, потому что, если бы уж так стало плохо, как многие пытаются нам объяснить, то, естественно, вряд ли бы стал расти вот те показатели, о которых я только что сказал. Марк, спасибо. Господин Горин, вопрос к тебе. В принципе, он тот же, я просто добавлю его еще и, может быть, переформулирую. У нас сложилась странная ситуация. Действительно, Марк отчасти прав. Я далек от экономики, серьезной, профессиональной, но если посмотреть, даже не знающему человеку, отчеты о наших показателях, израильских, то они, ну, если не блестящие, то очень хорошие по сравнению даже с другими странами мира передовыми. И кредитные рейтинги, и получение проценты по кредитам, и уровень инфляции, уровень безработицы, и тогда, то есть, макрополитические показатели у нас отличные. Послушать людей, которые ходят в магазин, ой-в-в-вой, условный чек, есть такое выражение из магазина, кто-то говорит, вырос в полтора раза, кто-то говорит, в два, и это экономист, и это не только мнение рядовых покупателей, а это реальность, которую используют в своих статьях и экономические обозреватели тоже. Так как же получается, что вот у нас на макроэкономическом уровне все хорошо, а вот в магазине все плохо. Замечательно. Я только что прослушал вас обоих в том анекдоте про раввину и девушку, должен с собой созвастницей, потому что все реально. И мне было очень интересно смысл, очень давно, подпиток Мария Коклярского, потому что он говорил страшнейшую правду, и он действительно станет больше. Ну конечно они стали тратить больше разумеется, потому что они хотят кушать, а все дорожает. Поэтому естественно они станут тратить больше. Это же настолько на полезности я посвечу. Поснедельная корзина стала дороже физически, поэтому он больше тратил. Я не богатый человек, но я тоже вынужден тратить больше, что делать, увязать себе, в чем-то себе отказывать. Правильно ли люди отказывают себе там в туризме, потому что они больше тратят на магазин, просто на ежедневную жизнь. Настолько очевидно и на поверхность, странно было бы. Что касается макропоказателей, тоже естественно. Израиль всегда внимательнейшим образом, непростая страна следила за макропоказателями и не допускал их сомнительности. У нас очень хороший центральный мак всегда был, он недавно сказал, за счет потребителя, за счет любого гражданина, за счет ставки, повышения ставок, гражданина отнимали для того, чтобы, во-первых, поддержать государство, быть просто в надежности, в обязательной надежности, быть непростая страна, у нас непростая военная ситуация. Ну и кроме того, нынешнее правительство раздает миллиарды на еживы, а где же взять? Через банковские ставки они отнимают эти деньги, правительство Хронтова банки отнимает у рядового гражданина для того, чтобы эту устойчивость, которую правительство, так сказать, раздает своим интересантам, это вполне естественно. Но я хочу сказать другого. Мы говорим о дороговизме. Правительство создало комиссию по борьбе с дороговизм. Как сказал один мой товарищ политолог, у него есть опыт работы в качестве депутата Хрис, это самое надежное средство какую-то проблему задушить и уложить под ковер и создать по ней комиссию. Да, причем он не относится к антипроисту властью, достаточно таких правоцентрических данных. Значит, ну, комиссия создана, комиссия единого специалистов, в нем сидят те же самые министры, которые раздают деньги, заработанные труженикам, тем своям, которые не производят реальной продукции, не платят налоги. Вот такая комиссия предпринимает работу. А что вы хотите ваше комиссия создана на 21-й неделе существования правительства? А что же делало правительство до этого? Коалиция имела, правительство коалиция. Оно принимало законы о глядере 1, о глядере 2, закон о том, можно ли брать премьер-министру деньги на свою юридическую защиту, поскольку он является под уголовным расследованием, и может ли наш премьер-министр сам выбирать себе судью для того, чтобы избранный судья вел это уголовное расследование? То есть правительство было занято нужным для него делом, но поскольку прошел бюджет, стало понятно вся опасность ситуации, и народ просто возмущен происходящий, вот этой драговистой. Значит, узыв в январе, в январе, стало понятно, официальный узыв, вот, приводить, что налогов собирается гораздо меньше, а расходуется денег гораздо больше, чем было в предыдущем правительстве. и как-то надо было эту ситуацию психологически успокаивать. Вот во имя вот эта такая психологическая, как это называется, эта самая таблетка, которая ни от чего не лечит, но сам факт ее приема, он вроде бы успокаивает, я не помню это слово. Вот. Вот это вот такая вот таблетка. Что можно сказать? Не знаю, я не знаю специалиста, не знаю. Ясно. Господин Котлярский, вопрос к тебе. Вот продолжение того, что говорил сейчас твой оппонент по поводу созданной правительством комиссии по борьбе с догороговизной. А действительно, есть ли вот ты прав в своем первом ответе, что не так у нас все и плохо? А зачем тогда создавать эту комиссию? Что она будет делать? Тем более, что у Израиля есть опыт за время существования страны такие комиссии создавали шесть раз и, как показывает история, ни к чему они толком не приводили, потому что непонятно, какие меры элементарно она может делать. Она же не может в приказном порядке комиссия снизить цену на что-то, я не знаю, на кефир, который недавно, кстати, подорожал или на другие продукты. И еще один момент, который к тебе как бы в копилку вопросов валить все на предыдущее правительство, как бы уже время слишком много прошло, этот инструмент уже не работает. Тем более, что, допустим, нынешний министр финансов господин Смотрич, когда принимал дела у бывшего экс-министра финансов господина Либермана, сказал, что он принимает министерство финансов и вообще финансовую систему в очень хорошем состоянии и как комплимент это сказал Либерману. Так что же случилось? Ну, давайте так, все-таки вопрос, на самом деле, очень сложный, потому что мой коллега и уважаемый, так сказать, мною безмерно Марк Голин, так сказать, при всем моем к нему уважении, создал некую искаженную картину, так сказать, воссоздал, как бы. Эта картина искаженная, как бы, и не соответствующая в определенной степени действительности. Я объясню, почему. Что я имею ввиду, да? Давайте так, да, так сказать, надо учитывать, что дороговизна жизни, она не появилась одномоментно сама собой, да? То есть, как бы, более того, нельзя забывать, что очень серьезную роль в негативном смысле сыграл ковид, сыграла ситуация с ковидом и постковидная ситуация. Я могу привести пример конкретный, который вряд ли знаком тому же, так сказать, Марку Аронтью Горину или, скажем, кому-то еще, но он есть, потому что я, тоже не потому что такой большой знаток, уже случайно, как бы, человек, с которым я знаком, который занимается поставками, скажем, продуктов, мне это рассказал. Например, да, если раньше, допустим, морской контейнер, доставка морского контейнера стоила примерно, скажем так, вот из Израиля в Европу или наоборот, из Европы в Израиль, примерно где-то 2-2,5 тысячи долларов один контейнер, то сейчас, после ковида, эта цена выросла в 10 раз. В 10 раз. То есть, как бы, есть некие объективные моменты, которые способствовали дороговизне жизни. Это первое. Второе, как бы, да, экономика, это такая вещь, которая, ты правильно сказал, она не подчиняется приказом. Ее нельзя, как бы, в приказном порядке каким-то образом, так сказать, ей руководить. Она действует по своим собственным законам. Так вот, к сожалению, поставив правильные вопросы, я, кстати, в отличие от многих, не склонен так огульно ругать прошлое правительство, я считаю, что во многом это правительство поставило правильные вопросы, скажем, и один из них касался дороговизны жизни, да, так сказать, там разбиралось очень много моментов. Я читал серьезные, подробные анализы, которые публиковали в газете The Marker, потому что тут уже не политика, это экономия, тут идеология не играет никакой роли. И, как бы, так сказать, это связано с монополиями, это связано с разного рода испорчения, давно уже, как бы, не гибкой налоговой системой, допустим, как бы, вот сейчас принимаются, пытаются принять решение, чтобы, скажем, так сказать, как-то, как-то, скажем, исправить работу института стандартов, чтобы не было двойной проверки, чтобы, скажем, продукты, которые, так сказать, признаются в Европе по европейским стандартам, не проходили двойную проверку в Израиле, из-за чего цены, так сказать, на эту продукцию возрастают резко в два-три раза, да, так сказать, потом, так сказать, монополии, которые до сих пор не разрушены, у нас монополия торговых сетей, у нас монополия посредников, допустим, так сказать, сельскохозяйственной продукции, фермеры стонут уже под этим делом, не могут напрямую продавать в магазины свои товары, между ними стоит такой монстр, если он, по-моему, существует до сих пор, который называется агресска, то есть через, только через, естественно, по пути, я читал, как бы, есть такая цепочка отслеживающая, то есть, проходит масса накруток, и в результате... Марк, я тебя понимаю, Марк, извини, ты хочешь сказать, что есть много застарелых, как бы, нерешенных проблем, которые мешают, создают, способствуют сегодняшней ситуации. Совершенно верно, совершенно верно. Ну, тогда объясни, пожалуйста, сегодняшний глава правительства с небольшим перерывом очень много лет руководит страной. Совершенно верно, правильно, поэтому я говорю, что это не зависит от идеологии, поэтому, так сказать, создавались комиссии, а тем не менее, так сказать, эти комиссии выдавали какие-то свои рекомендации, но проблема не в Дни-Таньягу, проблема в системе, которая существует и которую реально надо менять. Вот эта система и влияет, как правильно сказал, тут я с ним согласен, с Марком Морозовичем Гориным, что если, с точки зрения макроэкономических показателей, у нас все в порядке, мы следим за этим, и это действительно на уровне мировых стандартах, то с точки зрения микроэкономики, так сказать, у нас большой бардак, который до сих пор не отрегулирован и не учитывает те самые, ту самую ситуацию, допустим, у нас не существует, так, у нас существует монополия импортеров, да, у нас нет, допустим, такого, как параллельный импорт, который позволил бы, скажем, в каких-то областях уже есть, какие-то отрасли. Есть не очень много, это не создает конкуренции, потому что в экономике все решает конкуренция, у нас конкуренции на внутреннем рынке как таковой нет, вот сейчас ввели французский, французскую сеть этих продовольственных товаров, она вот релиз, и что повысили ничего подобного, даже близко, даже близко, цены практически те же, что в любом супермаркете. То есть, как бы, это требует действительно колоссальной регуляции, и это требует совершенно инновационного и революционного подхода, иначе эту ситуацию не решить. Марк, спасибо большое, Марк Горин, возвращаюсь к тебе. Ты говорил о том, что вот вот эта вот комиссия создана, и что она будет делать, и что там нет специалистов. Но тебе могут возразить, и такие люди есть, которые возражают на подобные упреки, если их обобщить. Они говорят, подождите, секундочку, если бы правительство ничего не делало по борьбе с дороговизной, вы говорили бы, что ничего не делало. Теперь правительство создало комиссию, вы говорите, ой, зачем оно создало комиссию, что это ничего не дает. То, что там нет профессионалов, но правильно, профессионалы работают на министров. Они создают для них программы в своих министерствах, они или в других отраслях, они создают какие-то заявки на то, которые можно обсуждать, или предлагают правительству тот инструментарий, которым это правительство может или должно, или не должно пользоваться. и тут действительно возникает странная ситуация. Так подождите, должно правительство что-то делать или не должно? Или пускай оно само собой рассосется? Правительство должно что-то делать. Я не говорю, я не задавал вопрос, зачем создана комиссия. Я задавал вопрос, зачем создана такая комиссия. А такая какая? Сейчас объясню. Предыдущее правительство моих абсолютно справедливым уважением поднесся к финансовой стороне работы предыдущего правительства. Оно оставило страну с провинцитом. То есть оно денег, я объясняю это слово провинцит, это вот это необходимое денег было больше, чем предполагал бюджет. Оно ставило совершенно конкретные, очень серьезные задачи, те самые, о которых говорил Марик, по повышению конкуренции, по необходимости открыть границы для ввоза сельскохозяйственных подвоз. И Либерман, и Форн, бывший министр средственного хозяйства, они были готовы это сделать. Была создана целая система даже компенсации израильским фермерам, если они начнут предлагать новации и так далее. Чтобы не было застоя в этой сфере. И были какие-то комиссии, наверное, делали неплохое, если я там увидел крупных экономистов, у которых есть какие-то программы по изменению ситуации. Я слышал мнение работников, ветеранов Министерства финансов. Я не знаю, как они не боятся идти против своего министра, это свидетель о демократичности, или они настолько авторитетны, что они не боятся. Они очень плохого мнения о сегодняшней работе финансовой сферы. Это было на конференции, выступления и так далее. И наконец, есть совершенно конкретные вещи. У нас да, о, кстати, контейнеры. Я тоже совершенно случайно, действительно случайно, так совпало при всей своей некомпетентности услышал комментарии очень уважаемого экономического вызывателя, прекрасно известного зрителя Винтон ТВ, который именно о контейнерах сказал, что даже контейнеры во всем цивилизованном мире резко поднесли вере. Кроме Израиля, Израиль единственная страна, в которой они дорожают работать с контейнерами. У нас особые контейнеры какие-то. Особые контейнеры. И особые условия. Марк, давай заканчивать, пожалуйста. Я заканчиваю. Есть письмо в Собе когда писал. Это не имеет отношения к сегодняшней дорогой жизни. Я имею в виду вообще наши люди. Если тенденции, которые закладывает сегодняшнее правительство не изменятся этим и другим правительствам, то через 20-30 лет, может быть, даже кто-то из нас вымоложе меня, доживет до этих светлых дней, для того, чтобы обеспечивать распущенную семимильными шагами группу населения, которые не платят налоги и не служат в армии, налоги протружеников должны довериться от 18 до 25%. Ну, какая возник дорогая миста, пусть судят наши зрители. Да, это с каждым может увидеть, когда он зайдет в магазин, а не прочитает отчет Центробанка. Коллеги, большое спасибо за этот разговор. Напомню, что в нем принимали участие израильские журналисты Марк Котлярский и Марк Горин. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин